Паша попал в собачий концлагерь под Курском, будучи уже старичком лет десяти. В очереди за едой пес с несчастными глазами и дрожащими щечками всегда стоял в последних рядах, и ему, как правило, мало чего доставалось. Потом Павлик обнаружили с серьезной травмой лапки. Я отправила его в ветклинику, и врачи ампутировали ему пальчики. Перед Новым годом мы узнали, что концлагерь закрывается, но мы не знали о том, что будет с собаками дальше, поэтому спасали, кого успевали. Спасли и Павлика. Сначала вместе с друзьями по несчастью бедняга жил в сгоревшем доме, потом переехал в бытовку к Саше, который приютил пушистиков на время. Казалось, что все самое страшное в жизни Павлика уже позади, но нет. Сегодня, когда Саша вывел старичка на прогулку, Пашка с удовольствием поковылял по улице, обнюхивая цветочки и свежую весеннюю травку. Ничто не предвещало беды. Пока из-за поворота не показался мужчина с овчаркой на поводке. Он будто бы специально отпустил рычащую собаку с поводка со словами «Тут побегай». Пес расценил это как команду ФАС. Саша пытался уладить собачий конфликт, а мужчина понаблюдал за происходящим пару минут, бегая кругами и делая вид, что не знает, как подступиться к своему псу. А после наигранно поругал, прицепил на него поводок и увел. Павлику досталось и неслабо. Он вернулся в свое общежитие, а совсем никакой. Теперь ему снова предстоит лечение. Дырка в боку. Погулял, называется, бедолага. Бедолага. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...